Франц Кавка Франц Кавка Это, наверное, одна из причин, по которой вы выбрали Франца Кавку Это потому, что о нем существует многочисленное количество мифов Разных, может быть, придуманных, а может быть, непридуманных историй Я думаю, что это, конечно, одна из причин, по которой вы выбрали именно этого автора для написания книги Или нет? Или я ошибаюсь? Не совсем Немножко другой у меня был стимул для того, чтобы написать эту книгу Я читаю открытые лекции по истории мировой культуры и литературы В Владивостоке уже довольно долгое время Я недавно с удивлением узнал, что в следующем году будет уже 10 лет Вот с моим проекту «Культурная интервенция», в рамках которого я читаю эти лекции Надо будет, наверное, по этому поводу что-нибудь такое предпринять И в какой-то момент, где-то года три назад, я почувствовал, что уперся в тупик То есть, да, я читаю эти лекции Я за вот эти последние 9-8 лет прочитал где-то около 70 открытых лекций Я знаю, что я могу еще один цикл написать Еще будет одна лекция, и публика будет приходить Но я не видел такой перспективы Я уже и не чувствовал того острого удовольствия, которое у меня было в самом начале Такой радости от того, что ты создаешь это, и это становится частью тобой То есть, это стало, ну, такой частью, не то что брутины, но вот частью обычной какой-то деятельности Я стал искать какой-то выход, что с этим можно сделать И в итоге я так задумывал, я подумал, что я напишу книгу на основе некоторых лекционных курсов И изначально я хотел писать книгу совсем не о Кавке И у меня есть такой большой проект, и я надеюсь, что у меня получится его на ближайшие 2-3 года завершить Я хочу написать книгу, у нее рабочее название «Модернизм от Франции Кавки до Сэмюля Беккета» То есть, это такой нон-фикшн То есть, человеческим языком рассказать о такой довольно сложной вещи, как модернизм Откуда возник модернизм, какова его духовная ценность, его эстетическая ценность О чем модернизм, почему он такой сложный Ну и разобрать это вот на примере конкретных произведений Вот герой моей книги это Джеймс Джойс, Франс Кавка, Вирджини Руф, Томас Эйли Марсель Пруст, Беккетт и некоторые другие И я стал эту книгу писать На каждую главу мне уходило где-то там от 2 до 3, даже больше месяцев Потому что все-таки я работаю еще в университете И вот примерно вот, ну у меня вот накопился такой материал Я написал довольно много, и тут снова я уперся в такой в тупик Потому что вот я написал вводные главы, написал большую главу про Франца Кавку И начал работать над главой о Джойсе Я люблю этого писателя, я собрал много материала Мне было интересно, но я чувствую, что что-то не то Потому что материал вот за 2 года накопился, и он вот лежит мертвым грузом Он еще так будет лежать еще 2 года Надо же как-то его показать, апробацию, что было Я несколько статей о Кавке на своем материале публиковал на сайте Горький Мете Очень интересный такой просветительский проект И с удивлением, и с радостью обнаружил, что очень много перепостов Очень много просмотров, мне это было приятно И тут со мной связался мой приятель Андрей Аствацатуров, питерский преподаватель, филолог, писатель И у Андрея есть импринт, импринт Андрея Аствацатурова-Комарова То есть это серия книг, которые Андрей рекомендует и своим именем вручается, что это книги очень высокого качества По сути он их издает, правильно? Он их не издает, но они публикуются под его маркой А издается это на издательской платформе Ридеро Андрей написал мне по нашему общему делу И сказал, если у тебя есть какой-то материал, давай тебя опубликуем И тут меня как раз и осенило Думаю, точно, у меня есть материал по Кавке Я могу это с этим соединить и дополнить И вот это и будет симпатичная книжка вполне Так это все началось И, разумеется, возможно, моя книга, она разрушает какие-то традиционные стереотипы, мифы о Кавке Но это такой побочный эффект Для меня самое главное тут рассказать о глубине творчества писателя Объяснить его, сделать его понятным Потому что Кавку нужно расшифровывать для читателя И для профессионального читателя, и для обыкновенного тоже Я надеюсь, что моя книга сможет эту задачу решить Я хочу добавить здесь, да, Максим Иванович, вы абсолютно правы Я училась у вас, имела такое счастье Именно поэтому, наверное, я как-то сразу поняла произведение Франца Кавки Но многие, вот даже когда я говорила, что у нас программа посвящена Кавке Что книга у вас посвящена Кавке Многие спрашивают, почему именно Кавка? Вот такой депрессивный, такой вообще страшный, жуткий человек Который всю жизнь занимался исключительно самоедством Почему именно Кавка? Вот это же ведь все равно не так, правда? Вот в своих как раз статьях вы писали о том, что не всю далеко жизнь он был таким неинтересным человеком, как кажется многим Он был очень интересным Нет, нет, это действительно такой миф Другой, у Кавки очень много поклонников, которые, видимо, свою личность проецируют на самого писателя Кавка был человеком очень незаурядным, очень интересным То есть, во-первых, он внешне был привлекательным То есть, он был высокий мужчина, метр восемьдесят два Серые глаза Высокий рост Он хорошо был сложен Он занимался Он плавал, занимался верховой ездой, пешей прогулкой, всякие физические упражнения Есть фотография, такая Кавка на пляже, такой полуобнаженной Ну, там в довольности такая приличная мускулатура Кавку очень любили женщины, он был очень обаятельный человек Более того, как сон любил женщин, это я опять же из вашей статьи узнала Ну, это как бы не секрет, у него было как минимум четыре невесты, с которыми он дело до брака не довел Но по имени этого масса побочных романов Он там где-то в Веймаре, он влюбился в дочку смотрителя музея Гёте Ее, кстати, звали Маргарита Гретхен А Кавка был фанатом Гёте, он не мог в нее не влюбиться Кавка в юности там практиковал нудизм, например Это было очень модно в Европе в начале XX века Он освоил мотоцикл Он был, по сути дела, одним из первых европейских байкеров Есть замечательное письмо, которое 24-летний Кавка пишет своему другу Максу Броду Он говорит, Макс, я сейчас на каникулах в Триште Я сегодня много пил пива, косил траву Помогал крестьянам траву укладывать в сток Представляете себе У меня девушка, у меня с ней свидание где-то в 12 часов ночи Но она мне уже надоела Я тут себе присматриваю еще двух То есть он был таким И юного Кавка можно было увидеть в кабаре, в кафе-шантанах Он посещал публичные дома Такой же он затворник, как многим кажется Нет, понимаете, Кавка был интровертом, безусловно Но Кавка не был социофобом То есть то, что он, допустим, не поддерживал какие-то определенные связи С людьми, которыми были неинтересны Это же не говорит ничего о нем Это скорее об этих людях говорит Кавка завязывал легко отношения с теми людьми, которые были ему интересны И которые были ему нужны В его жизни было столько людей, сколько было ему нужно И более того, Кавка... Есть такая легенда, что якобы Кавка всю жизнь проработал клерком И не поднялся выше должности рядового чиновника Это не так Он закончил свою карьеру в течение заместителя отдела Это довольно круто И более того, Кавке поручали сложные дела Его работа была не связана с такой рутиной Работа требовала пластичности ума, гибкости Очень большой эрудиции И более того, Кавке поручали вести судебные процессы Он был великолепным полемистом Он мог предугадать аргументы своего оппонента Воспроизвести их и тут же опровергнуть Он такой же метод использует в своих романах Он создает одну концепцию, тут же и разрушает Поэтому нет, он был немного другим Но не надо его представлять вот таким вот живчиком Таким, как Хемингуэйт или Маркес То есть из крайности в крайность не стоит, конечно Нет, нет, у него были серьезные психологические проблемы Связанные с его детством Потому что детство одинокое Родители с ним практически не общались Потому что они много тяжело работали в магазине, чтобы семью содержать В детстве он пережил смерть двух братьев Они были маленькие, они умерли от детских болезней Сложные отношения с отцом И вот эта такая патология накапливалась И вот примерно, когда Кавке было 28 лет, в 2010 году Он в дневнике сделал запись «Я каменный, я собственный могильный камень» То есть он почувствовал, что впереди его ожидает Очень сложное психологическое будущее И вот начинаются его знаменитые депрессии, бессонницы Но Кавка это очень хорошо умел скрывать Он об этом писал только в своем дневнике Доверяя только себе А близкие это, в общем-то, даже не замечали Макс Брод, когда прочел его дневники Он был поражен, насколько он не знал своего друга Кавка был не таким мрачным, меланхоличным Он был всяким Но он был живой человек И человек необыкновенно интересный Дэнди, интеллектуал, замечательный писатель И великолепный, кстати говоря, начальник Его обожали все сотрудники Его даже не отпустили на войну, насколько мне известно Да, да По причине того, что не хотели Тоже удивительный факт Кавка хотел пойти на войну Он даже сапоги себе купил, чтобы пойти воевать Но его начальник не отпустил Он пришел в специальный военкомат Сказал, нет, нам этот сотрудник очень нужен Он незаменимый, оставьте его, пожалуйста, в покое А когда Кавка заболел туберкулезом То начальник ему в течение пяти лет Продлял отпуск То есть он мог бы по законодательству Просто его отправить на пенсию И он бы получал совершенно небольшие деньги А так ему продлили отпуск И он получал полноценную зарплату А в условиях кризиса военного и послевоенного Это было очень, конечно, кстати Анна Ахматова писала, что Кавка Это ее любимый писатель после Достоевского Писала, что он, это ее сны, ее душа По сути, ее мысли какие, насколько я помню Вообще, конечно, у Кавки отношения с Россией Они достаточно поздние, можно так, наверное, сказать Затянувшиеся Затянувшиеся, да Мы, к сожалению, довольно поздно узнали Как следует этого автора Давайте поговорим немножечко на эту тему Очень интересно узнать Как все начиналось, заканчивалось Продолжается сегодня Ну, вообще, имя Кавки возникает в советской печати Еще при жизни писателя В 21-м году Кавки еще стала жить 3 года Некий А. Гвоздев похвалил Кавку В какой-то статье за его замечательные пьесы У Кавки пьес нет У него есть наброски такие Причем один из набросков называется Страх мавзолея, что весьма созвучно Там в советской России Скорее всего, товарищ Гвозди перепутал Кавку С немецким драматургом Фридрихом Ковкой Отсюда такое непонимание И второй раз имя Кавки возникает ровно через 10 лет В 31-м году в литературной энциклопедии А потом о Кавке замолчали вплоть до конца 50-х годов То есть ему не повезло больше, чем всем остальным писателям-модернистам Больше, чем Джойсу Прусту и другим Потому что тех хотя бы публиковали чуть-чуть Хотя бы ругали То есть они были в поле зрения критики И советский читатель мог знать эти имена О Кавке вообще ничего не было известно Но в 50-е годы, когда Кавка становится сверхзвездой европейской культуры Когда человечество узнало в его романах, рассказах и притчах Люди узнали в этих текстах самих себя, свои картины мира Кавка необыкновенно популярен По Кавке снимают фильмы, ставят спектакли Имя Кавки даже используется в рекламе Была такая реклама Шнапса для тех, кто не раскусил замок Ну это, в принципе, любой текст Кавки можно поставить в эту рекламу И не знать, кто такой Кавка, было уже стыдно Советские интеллектуалы, писатели, они получили после оттепеля возможность ездить за рубеж И постоянно они сталкивались с дискуссиями по поводу Кавки Их спрашивали, что вы думаете по поводу замка, процесса Они не читали, им было страшно стыдно Виктор Некрасов об этом вспоминает И в итоге принимается решение Кавку все-таки в России издать И в 64-м году в журнале «Инстероналитетру» Кавк публикуется новелла «Превращение и другие тексты» А в 65-м году публикуется знаменитый черный том Франции Кавки Куда вошел в роман «Процесс» Его 40 рассказов, притч и афоризмов А спустя три года, в 68-м году Кавку снова запрещают Потому что в Прагу входят советские войска Начинается пражская весна Все это было подавлено Фактически Чехия была оккупирована Советским Союзом И Кавку посмертно, 40 лет спустя после его смерти, обвинили в том, что он идеолог пражской весны Его 40 лет уже не было, как в живых И в следующий раз Кавку разрешили к печати в 88-м году Уже во время перестройки Но все эти 20 лет крупнейшие советские интеллектуалы пытались пробить Кавку в печать Наш великий переводчик Рита Райт Ковалева Она пыталась пробить в печать роман «Замок» И обращалась к Симонову Симон обещал помочь Но он умер как раз за год до обещанной публикации Журнал иностранной литературы много-много раз объявлял, что Вот в следующем номере железно напечатаем замок Но тут как в этом романе раздавались какие-то звонки Какой-то голос говорил, что не надо Кавку печатать И Кавку откладывали вплоть до 88-го года Но советские интеллектуалы, они, конечно, Кавку читали Читали в оригинале, в переводах Пастернак читал Кавку Марина Цветаева читала Кавку во французском переводе За границ, когда она была, это совпало с трагическими событиями в ее жизни Анна Андреевна Ахматова очень любила Кавку Пастернак Кавку не оценил Ему подарил двухтомник Исаия Берлин Но Кавка как-то не пришелся Борису Леонидовичу Он подарил этот сборничек Анне Ахматовой Она была впечатлена, потому что это как раз очень отразило ее внутренний опыт Она все-таки пережила расстрел мужа, ссылку своего сына Она пережила травлю в конце 40-х годов Поэтому, когда она открывала его текст, она, конечно, читала о себе И она говорила, он писал обо мне и для меня У Ахматовой есть стихотворение, которое написала, конечно, за год до своей смерти Посвящение или подражание Францу Кавке Иные уводят любимых, я с завистью след не гляжу Одна на скамье подсудимых, я скоро полвека сижу Меняются лица конвоя, в инфаркте шестой прокурор А где-то чернеет от зноя высокий небесный простор И полное прелести лето гуляет на том берегу Я это волшебное где-то поверить уже не могу Я глохну отзычных проклятий, я ватник сносила дотла Неужто я всех виноватей на этой планете была? Ну, так, это вот такие сложные отношения Но Кавку в итоге опубликовали И вот замечательная эта история, мне нравится Двухтомник Кавки в 90-м году собиралась опубликовать издательство ЦК КПСС Но такого абсурда не мог вынести даже постсоветский союз Поэтому издательство развалилось и не смогло Максим Иванович, давайте сейчас делаем небольшую паузу Мы прервемся на короткую рекламу А после продолжим наш разговор Оставайтесь с нами А мы продолжаем наш разговор о Франце Кавке Максим Иванович, ну, наверное, сегодня, конечно, судьба благоволит творчеству Франца Кавке Да и, наверное, он очень популярен, его любят молодые люди Пусть кто-то не понимает, но то, что его фигура вызывает повышенное внимание всегда И споры, и, может быть, это хорошо, это однозначно Как, например, ваши студенты по большей части относятся к его творчеству сегодня? Каковы ваши наблюдения? Ну, вообще, правильно говорить, что Кавка — это очень значимая фигура в современной культуре Это вообще, в принципе, звезда и суперзавезда 20-21 веков Потому что по Кавке, по его новеллам снимают фильмы Есть не только экранизация, есть театральные постановки Есть несколько опер по Кавке Есть несколько балетов по Кавке Есть, ну, как минимум, две видеоигры по Французу Кавке Его имя, его образ стало интернет-мемом Кавка вошел в пословицы То есть, когда его опубликовали в 60-е годы Моментально появились вот эти вот крылатые выражения Мы рождены, чтобы Кавку сделать былью Кавка за Кавкой В гостях у Кавки Пасеньки и Кавка И так далее Множество всего Сейчас, ну, как Я, когда начинаю лекции для своих студентов Я всегда им говорю, что Кавка, писатель, это один из самых гениальных и странных писателей 20-го века Они соглашаются, что он странный То, что гениальный, мне им приходится объяснять Но когда они прочитывают вот эти все кавкеанские метафоры Они легко это все соотносят с нашей реальностью Не только социальной, но и духовной и ценностной реальностью Поэтому они чувствуют, что Кавка, в общем-то, их современник Ну, видите, с Кавкой такая особая ситуация в России У нас его воспринимают, прежде всего, как социального критика Как человека, обличавшего бюрократические абсурды и так далее Именно так читают роман «Процесс», роман «Замок» И у Кавки вот это социальное измерение действительно присутствует Но Кавка — это всегда очень многомерная метафора То есть его тексты можно прочитывать в трех измерениях Это социальное измерение, психоаналитическое измерение То есть можно читать его тексты как такое высвобождение его внутренних комплексов Но это, мне кажется, неинтересно, потому что просто указывает на источник творчества Но не говорит, о чем это творчество И, мне кажется, самый интересный пласт, как можно Кавку читать Это такое вот пространство метафизики То есть вот философия Кавка — необыкновенно глубокий писатель И он показывает такие противоречивые свойства нашего мира Феноменов нашей культуры Он очень глубоко осмысляет, например, феномен власти То есть, ну, понятное дело Ему даже пророческие какие-то вещи приписывают Да, да, Макс Брод говорил, что Франц Кавка — пророк XX века А Томас Ман даже говорил, что Франц Кавка — сейсмограф XX века Ну, когда мы делаем Кавку таким, ну, скажем, нострадамусом XX века Мы все-таки обедняем его творчество Потому что оно гораздо глубже Ну, я могу, наверное, пример привести То есть вот Кавка во многих своих текстах обращается к такой проблеме власти Он показывает такую главную интенсию этого феномена Власть хочет человека полностью контролировать Как можно человека контролировать? Можно его запугать, можно заставить его что-то делать Но это неэффективно, потому что у человека остается внутреннее пространство, где он абсолютно свободен Поэтому во многих романах Кавки появляется вот такая метафора Власть хочет лишить человека личности Чтобы человек полностью слился с государством, с обществом Не случайно, допустим, в романе «Процесс» героя казнят Его сначала обвиняют в неизвестном ему преступлении И он, вот там очень важный момент, он сначала бунтует А потом пытается предугадать желание власти Как бы слиться с ней Как Платонов писал, забежать вперед к генеральной линии То есть он утрачивает свое гордое человеческое «я» И не случайно, что когда его в итоге казнят, ему мясницкий нож вонзают в сердце Дважды проворачивая, как бы лишая его сердцевины, сущности Но Кавка действительно показывает такую важную интенсию Потому что когда человек утрачивает свою личность, он уже не выполняет приказы Он воспринимает приказы как свои желания, как свои мысли И вот это вот идеальный такой субъект для Кавки И, кстати, у Джорджа Орелла в романе «1984» аналогичная концепция власти Но Кавка глубже, чем Орелл Потому что он показывает такую очень тонкую вещь Ведь есть такой парадокс С одной стороны, власть человека хочет подчинить С другой стороны, у человека есть желание подчиняться Но это не просто самоучижение такое Это более глубокая вещь То есть мы хотим... Нам приятнее быть полезными больше, чем свободными И мы хотим приносить пользу этому миру И мы с готовностью подчинимся какому-то закону Который нам кажется мудрым, глубоким Который нас ограничит и направит нашу жизнь В каком-то самом ценном, самом главном направлении И поэтому у Кавки образы власти, они такие двоякие С одной стороны, это образы пугающие С другой стороны, они наделены все равно божественным статусом Даже вот этих мрачных чиновников в процессе У них же не случайно на рукаве пришиты золотые пуговицы То есть, а золото это знак божественного присутствия на земле В романе, не в романе, а в новелле В «Испрительной колонии», например Офицер добровольно сам себя казнит на машине Символизирующей власть Но машина ломается И поэтому вот такие специальные иглы Которые должны вырезать у него на спине Его приговор «Зай герехт» То есть «Будь справедлив» Эти иглы пронзают его тело И Кавка специально делает такой акцент Одна из игл пронзает его череп насквозь И выходит из его лба И он пишет как штахель Штахель, то есть это шип То есть намек на терновый венец То есть Кавка гораздо глубже, чем вот прямые такие вот лобовые соотношения Такие аллегории То есть в чем разница? У Кавки его тексты это не аллегория Аллегория однозначно Его тексты символичны Потому что символ он многозначен И вот об этом я как раз хочу рассказать То есть я ни в коем случае не говорю Что у Кавки нет социальных смыслов Они есть и сейчас они очень актуальны, разумеется Но Кавка, вот он как раз очень глубокий писатель И как говорил Геннадий Айги Кавка скользит по лезвию имени неназываемого То есть вот он говорит вот такие вот вещи Которые почти в слова не укладываются Иногда просто в нашем языке слов нет Обозначить то, о чем он хочет сказать И это как Борис Гребичиков поет Есть имя, которого не может коснуться дыхания Вот Кавка изобретает такой удивительный образ Такой способ, как рассказать о том О чем рассказать очень сложно Или почти даже нельзя Причем у самого Кавки ведь было отношение к публикациям Как к некому сакральному Потому что он очень любил публиковать своих произведений Он выкладывал все, все свои мысли и чувства на бумагу Но тем не менее, ведь он как-то очень тяжело, видимо Давал возможность людям увидеть, приблизиться к этому Ну вот это, да, действительно Кавка при жизни опубликовала только три сборника рассказов Четвертый, Хунге Кюнстляу То есть художник голода, или в русском переводе голодарь Он вышел уже посмертно Это вот, кстати, страшное такое совпадение Кавка умирает страшно, действительно Туберкулез вызвал дегенеративные изменения в гортане И Кавка перед смертью не мог пить, есть, говорить Он общался записками со своим врачом Одна из последних записок У него были страшные боли Он писал, доктор, умертвите меня И начал просто убиться И перед смертью он страшно исхудал Он высокий человек, метр восемьдесят два Он за два месяца до смерти в зимней одежде весил сорок девять килограмм То есть это совершенно жутко И перед смертью он редактировал свой сборник Хунге Кюнстлер То есть художник голода Он опять-таки свою жизнь превращает в метафору искусства Да, но он опубликовал мало при жизни Большая связь опубликована после смерти Его три романа, его дневники, письма, притчи, афоризмы Против его воли, как вы знаете Мацброд нарушил завещание Но Кавка не хотела, я думаю, чтобы его книги были сожжены Потому что Кавка профессиональный юрист Он мог такое завещание составить, которое невозможно было вообще нарушить И он поручил сжечь свои книги человеку, который там надышаться на своего другого Который бы никогда этого не сделал Да, который там дорожил каждым написанным Кавкой словом То есть явно тут какой-то тонкий такой психологический нюанс Но в любом случае издатели из Лейпцига, из Франкфурта Они испытывали Кавке очень большой интерес И вот Курт Вольф, издатель первых текстов Франца Кавки Он говорил, Франц, если вы нам пишете роман, я сделаю из него бестселлер И Кавка сел писать процесс, но роман это так и не закончил То есть дело в том, что он вообще никогда не собирался зарабатывать на жизнь Именно писательским трудом Он воспринимал это, он говорил, что мои, называл это шхайбен То есть мои сочинения, мое писательство, это форма сакрального Я пишу не для продажи Самые ценные, самые главные вещи вообще делаются не ради денег И даже в дневнике у него есть такая запись Он говорит, я с ужасом думаю, что возможно у меня будет когда-то все мое время для того, чтобы писать То есть я воспринимаю это как форму молитвы И наживаться на этом я не собираюсь Поэтому вот все самое главное Ну как все самое главное Это вот его такие основополагающие вещи Его романы Многие его притчи Многие его новеллы Они были опубликованы уже после смерти Но при этом его знали Вот я хочу об этом рассказать Дело в том, что не просто знали его На Кавку писали пародии Пародии пишут на вещи уже довольно хорошо известные И более того, есть несколько продолжений Текстов Франца Кавки Многие были написаны уже после его смерти Но при жизни его поклонник Карл Брандт в 16-м году Написал и опубликовал новеллу Обратное превращение Грегора Замза Продолжение новеллы превращения И вот об этом я почему хочу сказать Эта новелла на русский язык не переводилась Но благодаря усилиям моей замечательной коллеги Верика Телевская, она филолог Преподаватель литературы из Ростова-на-Дону Она недавно совсем перевела эту новеллу Как раз вот именно для моей книжки Буквально в понедельник я получила от нее готовый уже текст И эта новелла войдет в качестве приложения В книгу о Франце Кавке Очень здорово Коль уж мы заговорили о книге Понятно, что в рамках одной программы Мы, к сожалению, не можем рассказать всего Но, собственно, можно как раз прочитать вашу книгу И уже, может быть, кто-то Кто-то получит в очередной раз удовольствие Прочитав о Франце Кавке А кто-то действительно поймет, наконец, этого автора И раскроет его для себя по-другому Максим Иванович, я знаю, что можно принять участие в публикации книги Расскажите, как это сделать Где вас можно поддержать И когда вообще ожидается выход Я знаю, что скоро уже Ну да, я надеюсь, что скоро Ну, не совсем скоро, немножко откладывается Я решил опубликовать это на платформе Redero Но чтобы опубликовать, конечно, нужны деньги Заплатить верстальщику за дизайн обложки Переводчикам и за тираж Поэтому я сделал такую вещь И вы знаете о таком понятии Краудфандинг Очень популярная сейчас вещь Я решил не связываться с популярными краудплатформами Потому что, к сожалению, они забирают Около 15 или 10% от собранной суммы А это приводит к удорожанию книги Я хочу, чтобы она была доступна Поэтому я сделал по-другому Я сделал, как в свое время Джеймс Джойс Объявил подписку на свою книжку Желающие могут найти в Фейсбуке Или ВКонтакте группу под названием Книга Максима Жука о Франции Кавке Это легко сделать И там есть реквизиты, куда можно переслать деньги Сама подписка стоит 250 рублей за один экземпляр К каждому я всегда лично отписываюсь Благодарю за поддержку И вот в этих группах есть полная информация Когда книга будет опубликована Я рассчитывал, что она выйдет уже где-то в середине мая А в конце мая я сделал презентацию в Владивостоке Но, к сожалению, у меня в этом семестре очень много работы У меня 12 пар в неделю, это адская нагрузка Поэтому редактура книги, вычетка книги, она, увы, задерживается И с этим нельзя торопиться Книжка должна созреть Быть и должна Хорошей, такой полнокровной Поэтому я думаю, что это задержится немножко так на две недели Книга, я рассчитываю, выйдет в конце мая А в середине июня мы сделаем презентацию в Владивостоке И кроме того, мне очень приятно об этом и говорить Книгу поддержали не только в Владивостоке, но и в других городах В принципе, география Кавкакрауда пронзает всю Россию по диагонали От Южно-Сахалинска до Калининграда Среди городов Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь, Косноярск, Ижевск, Находка, Хабаровск, Новосибирск Какие-то еще города я, может быть, не назвал Вот книжка отправится туда Есть предварительная договоренность с независимыми книжными магазинами Петровский в Перми, Бакин в Красноярске, Всесвободный в Петербурге Я думаю, что мы, Циолковский в Москве Я туда отошлю экземпляры Если книжка хорошо пойдет, то мы продолжим с ними сотрудничество И есть предварительная договоренность Скорее всего, презентация будет не только в Владивостоке, но и в Санкт-Петербурге В независимом книжном магазине все свободны Они сами на меня вышли, заинтересовались книгой Мне это очень приятно Максим Иванович, к сожалению, не выходит время Мне очень жаль заканчивать нашу программу Хотелось бы разговаривать еще и еще Но у меня есть очень важный последний вопрос Который, я знаю, интересует очень многих наших телезрителей Можно ли в ближайшее время ждать ваших открытых лекций Которые вы читаете по зарубежной литературе? Я был бы рад вас обрадовать В этом семестре, в этом полугодии уже явно нет Потому что как раз из-за моей очень серьезной занятости Без ущерба для здоровья я не смогу себе позволить дополнительную нагрузку Ближайшая лекция состоится на Библионочи, 21 числа В 7 часов я буду рассказывать о Даниэле Дефо и Джонатане Свифте Об их концепции человека, об их противоречии Об их видении европейской цивилизации, настоящем ее и будущем И на Библии ожи ночи будет мой акустический концерт в 21.20 К сожалению, на лекции уже регистрация закрыта Но я думаю, что будет либо аудиозапись, либо видеозапись Посмотрим, как получится Я выложу обязательно в сеть Я на своих лекциях всегда стараюсь делиться чем-то новым, важным для меня Повторять старый материал мне не очень хочется И я вообще считаю, что надо делиться самым лучшим А для того, чтобы поделиться, нужно накопить это Нужно время Но когда у меня будет свободное время Я надеюсь, что оно мне появится либо осенью Либо уж весной следующего года Мы встретимся, потому что для меня эти лекции важны не меньше, чем для слушателей Это для меня очень большая радость, очень большой стимул И одно из главных удовольствий в жизни Спасибо вам огромное, Максим Иванович, за то, что вы делаете Я надеюсь, что уже совсем скоро выйдет книга Нам не терпится, конечно, ее прочесть Желаю вам удачи и, конечно, с нетерпением ждем ваших лекций Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам Спасибо Я напоминаю, что это была программа «Время говорить» В студии работала Анна Бережная Увидимся на Восьмом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова